Открытый диалог с Александром Непомнящим Очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Здравствуйте, Сергей. Давайте начнем с соглашения Израиля с арабскими странами. И почему эти соглашения не вызывают энтузиазму западных элит? Это правда, Сергей. Действительно, на поне того, с каким энтузиазмом воспринимают эти соглашения в Израиле и в странах, заключивших эти соглашения, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна, колоссальный контраст, с какой кислой миной, я бы сказал, даже недовольством, воспринимаются это все западными внешнеполитическими элитами. И, разумеется, все это не так просто. Вообще, решение Комитета по присуждению Нобелевской премии мира, решение, которое привело к тому, что награждена была в этом году Всемирная продовольственная программа, она развеяла опасения многочисленных элит от Нью-Йорка до Парижа и Берлина, в том, что эта премия достанется соглашением Авраама. При этом мы понимаем, что соглашение Авраама, включающиеся двусторонние мирные договора между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Махлином, и Суданом, который недавно присоединился, они коренным образом изменили весь Ближний Восток. Они завершили полвека неудачных попыток мирного урегулирования на Ближнем Востоке, которые предпринимались западными внешнеполитическими элитами. И безуспешно. А теперь эти элиты, мы видим, как они впадают как будто бы в все более и более глубокую тревогу при каждом упоминании о новых мирных соглашениях Израиля и арабских стран. Трамп говорит, что есть еще там полдюжины стран, которые стоят в очереди, тоже собираются закрепить эти отношения с Израилем. И это у западных внешнеполитических элит совершенно не вызывает никакого энтузиазма. Действительно, чудесной иллюстрацией всему этой ситуации стала обложка журнала Ньюсвик, которая вышла в начале октября, октябрьский номер. На ней поверх черно-белой фотографии премьер-министра Израиля Бенемин Натаньяу протянулся такой цветной заголовок. «Дилемма Натаньяу. Сможет ли Нобелевская премия сказать Биби нет?» И вот они вручили приз Всемирной продовольственной программе и показали, что они легко отметают все сомнения в том, что да, они сумели сказать Биби нет. И это больше похоже на такую попытку потянуть время, потому что, как бы кажется, так вот они рассуждают, что, может быть, президент Дональд Трамп потерпит поражение, не дай бог, а затем, может, статься и Натаньяу будет отстранен от власти. И тогда утешают себя вот эти все люди, что все станет как прежде, они смогут забыть о своих неприятностях. Но чем эти соглашения Авраамо сумели так расстроить многочисленных внешнеполитических экспертов, европейских и американских? Ну, понятно, что, во-первых, это речь идет об авторах. В кулуарах политических институтов типа Британского МИДа и Совета по международным отношениям американского мало кто вызывает большую ненависть, чем Натаньяу и Трамп. Не случайно в том же Ньюс Уике, а Натаньяу четко сказано «ненавидимый многими». И, конечно же, видимо, со времен, может быть, Эндрю Джексона не было еще президента США, которого бы вот эти все умники в мозговых трестах левых ненавидели больше, чем Трамп. Во-вторых, помимо авторов, то, что выводит из себя традиционных сторонников мирного процесса на Ближнем Востоке в соглашениях Авраама, это сам факт их заключения. Ведь арабо-израильский конфликт не должен был, просто не должен был так заканчиваться. Ведь на протяжении полувека все эти эксперты, что они говорили? Они твердили нам, что путь к миру лежит через Рамалу, через Абумазана. Пока Израиль не заключит мир с арабами палестинскими, пока он их не удовлетворит, он с арабскими государствами договориться не сможет. И вот же в тех двух случаях, когда Израилю как будто бы удалось обойти эту заглостку и заключить в 79-м году мирный договор с Египтом, а в 94-м сентября, и иранцы, и египтяне, они просто отказались выполнять положение соглашения нормализации до тех пор, пока Израиль не удовлетворит палестинских арабов. И отсутствие этой нормализации фактически свело все дело к долгосрочному прекращению огня. Наш мир с Иорданией, наш мир с Иорданией, по-моему, не война, не более того. И наоборот, враждебность и антисемитизм Египта и Иордании, которые подпитывали все предыдущие арабские войны против Израиля, они ведь никуда не делись и даже напротив усилились в обществах этих стран, последовавшие после мирных соглашений десятилетия. И как с едва скрываемой яростью выразился автор статьи, вот этой присловутой статьи в Ньюс Уике, соглашения, заключенные Натанияо с арабскими странами Персидского залива, совершенно не продвинут палестинское дело, столь горячо поддерживаемое в Европе, в кампусах США и многочисленными американскими либералами. Вот она, в чем проблема. Вот она основная причина расстройства всех этих элит в связи с известиями о том, что мир, наконец, действительно приходит на Ближний Восток. Ведь на протяжении десятилетий внешнеполитические ведомства и США, и Европы считали буквально священным представление о том, что мир между Израилем и арабским миром может быть установлен только после удовлетворения палестинских арабов. И на этой идее были основаны две позиции, два стратегических допущения, которыми руководствовался Запад на Ближнем Востоке, продвигая миротворческую политику. Что это за допущение? Ну, во-первых, палестинские арабы заключат мир с Израилем только в обмен на создание им государства, располагающегося на территории всей, ну или практически всей Иудеи и Самарии, и включающий также северный, южный и восточный кварталы Иерусалима и сектор Газа, конечно. Это первый постулат. Второй постулат, который, естественно, возникал из первого, поскольку все эксперты были согласны между собой с тем, что единственный способ достичь мира между Израилем и арабами это создание палестинского государства на землях, который контролирует сейчас Израиль, и который, к слову, по всем международным законам обладает суверенным правом на контроль этих земель, на заселение их и на управлениями. Именно Израиль виноват в отсутствии мира. Он не отдал эти земли, не создал арабское государство на них. Вот он и виноват в отсутствии мира. Эти положения лежали в основе всех международных миротворческих усилий, начиная с 70-х годов. И они в итоге стали для европейских правительств, институтов ООН и подавляющей части американских левых кругов, которые, в свою очередь, комплектуют большую часть американского внешнеполитического истеблишмента, надежным обоснованием и оправданием для нарастающей с их стороны враждебности по отношению к Израилю. Именно эти обоснования раз за разом использовали в качестве аргументации в пользу дискриминационного отношения к израильтянам и Израилю во всём — от продажи оружия до культурного сотрудничества и соглашения о свободной торговле. Собственно, ЕС ведь и сегодня использует эти обоснования для оправдания своих совершенно чудовищных антисемитских правил с маркировкой еврейских продуктов из Иерусалима, Иудеи, Самарии и Голландских высот, а также для своего финансирования откровенно антиизраильских групп политического давления в Израиле и во всём мире. И предположения эти о том, что через достижение оно лежит через удовлетворение палестинских арабов именно израильного отсутствия мира используются сегодня и для оправдания кампаний, которые демонизируют Израиль и, кстати, его сторонников, например, в той же Америке, в США и отвергают само право израильного существования. И вот всё вышесказанное возвращается сейчас к соглашениям Авраам. Ведь что события недели последних показали? Очень ясно, что соглашения Авраама напрочь опровергли все прежние утверждения западного внешнеполитического истеблишмента. Вот на днях высшее руководство Dubai Ports World, одной из крупнейших в мире кампаний морских перевозок, оно посетило израильский порт, расположенный в Илладе, на Красном море. Для чего? Чтобы обсудить перспективу пока что открытия судоходного маршрута из Иллада в Саудовский порт Джида. Для чего? Пока речь идёт о перевозке израильских мусульман в Мекку для совершения хаджи. Мы знаем, что для мусульман совершение хаджи — это очень важный момент. До сих пор израильским мусульманам приходилось, если они хотели попасть на хадж, идти как бы в обход через Зардан. А что теперь предлагают дубайцы? Они говорят так. «Мы из Иллада на кораблике вас довезём до Джиды. Приятное путешествие морское. А Джида уже в 70 километрах от Мекки. Там на автобусе вы подъедете». Это совершенно полностью меняет, как бы это настолько упрощает хадж для израильских мусульман. И понятно, что это привлечёт гораздо больше туристов. То есть, опять же, на этом заработают деньги и компания перевозок, и Саудовская Аравия не против, чтобы эти люди приезжали. Ведь израильские арабы — люди, в общем-то, состоятельные. И руководство вот этой компании дубайской, она настолько с энтузиазмом отнеслась к этой идее, что они уже готовы вот-вот-вот всё это реализовывать. А по словам генерального директора Илладского порта, израильтянина, эта линия, она же может работать в две стороны. И со временем она может привести в Иллад до двух миллионов туристов в год. То есть, раньше Иллад фактически был у нас такой тупиковый, тупиковое место в Израиле, оттуда дальше куда. Но там Красное море, никто особенно туда не плывёт, вокруг не совсем дружественные нам страны. И вдруг всё меняется. Вдруг весь, по сути дела, арабский мир, богатый арабский мир, он может заезжать в Израиль через Иллад. А значит, Иллад может превратиться в курорт, принимающий этих людей, богатых, основательных, приезжающих, потратить свои деньги. То есть, из города, который мы с трудом государство удерживать на плаву, потому что это стратегически важное место, было понятно, что он стратегически важный, Иллад вдруг превращается в такой потенциальный израильский центр туризма. И эта встреча в Илладе, она произошла уже сразу после заключения на той же прошлой неделе другой сделки этой же компании Dubai Port World с израильской фирмой о том, что Dubai Port World будет участвовать в тендере на восстановление и эксплуатацию старого порта в Хайфе. Хайфа – портовый город. Там китайцы сейчас заканчивают новый порт. Это отдельная большая история, но мы об этом говорили не раз. Но есть ещё старый порт. Старый порт как бы, ну, старый, был и был. А теперь приезжает дубайцы и говорит, давайте мы его тут как-то вот так реконструируем, вложим в него деньги. Это ведь портал в Европу. Это ведь не случайно в начале XX века Хайфа считалась как бы воротами в Европу. И представительства всех крупнейших европейских компаний в тот момент в Хайфе располагались, потому что весь окружающий мир ближневосточный, он приезжал в Хайфу, чтобы посмотреть, что там, какие новинки европейских компаний. И вот теперь всё это может вернуться. И оно уже начинает возвращаться. И дубайцы оценивают этот потенциал и не хотят терять даже минуту. А буквально в те же дни профессиональная футбольная лига Объединённых Арабских Эмиратов писала меморандум о взаимопонимании с Израильско-профессиональной футбольной ассоциацией, обязываясь сотрудничать в целях дальнейшего развития спорта в обеих странах. Ну, как бы ерунда, но ерунда очень красивая, потому что спорт и что может быть лучше? Две страны будут сотрудничать для развития спорта. И более того, профессиональная лига Объединённых Арабских Эмиратов этот меморандум сама назвала историческим соглашением. То есть не холодный мир, как с Египтом и Сарданией, сквозь зубы, а наоборот. Они сами говорят, это историческое соглашение, надо же. А вот в тот же день буквально компания A&E, крупнейший дистрибьютор вин в Объединённых Арабских Эмиратах. Я, честно говоря, даже был немножко шокирован, потому что Объединённые Арабские Эмираты мне казались таким достаточно жёстким мусульманским государством. И вдруг выясняется, что у них там есть дистрибьютор вин. И этот дистрибьютор вин крупнейший, то есть он ещё и там не один даже, он объявляет о начале распространения в Эмиратах вин и израильской продукции винной с виноделин голландских высот. Голландские высоты, те самые, которые были под бойкотом в Европе, а теперь эти вина, они не только как бы попадают по всему миру распространять, их будет распространять арабская компания у себя в Объединённых Арабских Эмиратах. А тут ещё Бахрейн, который тоже изумляет израильтян своим энтузиазмом по поводу подписания вот этих всех соглашений. Минувшие выходные шейх Халет бин Халифа-эль-Халифа, член королевской семьи Бахрейна, который также как бы возглавляет Всемирный центр сосуществования и мира под покровительством бахрейнского короля Хамад. Он подписал в Вашингтоне соглашение с Элланом Карром. А Эллан Карр это кто? Это ваш специальный посланник, посланник США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом. И вот бахрейнцы подписывают договор с этим посланником, который занимается мониторингом и борьбой с антисемитизмом и обязуются работать вместе для борьбы с этим явлением. То есть бахрейнский центр принял определение антисемитизма, которое было дано Международным альянсом памяти о катастрофе. И это определение, оно ведь рассматривает антисемитизм как форму антисемитизма. Понимаете? То есть бахрейн теперь говорит так, кто выступает против права евреев на собственное государство, он антисемит. И мы это подписываем и поддерживаем. В меморандуме о взаимопонимании вот в этом вот институт бахрейн и государственный департамент обязуются работать вместе, чтобы делиться и продвигать передовой опыт по борьбе со всеми формами антисемитизма, включая антисемитизм и делегитимацию государства Израиля. Вдумайтесь. Это европейцы этого не подписали, а бахрейн это подписывал. И маленький штрих, но очень важный. Когда на прошлой неделе Израиль одобрил строительство тысяч новых единиц жилья в еврейских населенных пунктах в Иудее и Сомали, то и ООН, и Евросоюз, и Германия, и Великобритания, и Франция, Испания, и Италия, они все побежали наперебой и стали верещать и осуждать этот шаг. Ну как же? Израиль строит на территориях? ООН, ЕС, вся Европа в едином порыве заклеймила Израиль. А что сделали Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн? Они, как и США, просто проигнорировали. Это для них сугубо внутреннее решение Израиля. Их это вообще не касается. Одни только эти шаги, они стали совершенно ясной демонстрацией полного краха прежней антиизраильской концепции западного внешнеполитического истеблишмента. Теперь даже странно думать о том, что всего каких-то шесть лет назад мирные активисты, борцы за мир в Сан-Франциско, они заставили профсоюз портовых грузчиков в Окленде отказаться от выгрузки груза из израильского торгового судна. За что? Да просто потому, что оно прибыло из Израиля. И в итоге этот корабль должен был разгружаться в порту Лос-Анджелес. И сторонники мира тогда радостно трубили о своей победе над Израилем. А в 2015 году лидеры палестинской автономии чуть не исключили израильскую футбольную ассоциацию из ФИФа. Их идея составила в том, чтобы заставить членов ФИФа проголосовать за этот шаг. И как в случае с ООН автоматически получить большинство в пользу исключения Израиля. И Израилю тогда потребовались очень жесткие политические маневры, чтобы заблокировать голосование, чтобы вообще не вынесли на голосование этот вопрос, потому что он бы прошел. И Европа Израилю не помогала тогда. А голландские винодельни, возвращаясь к вот этим винодельням на голландских высотах с их знаменитыми брендами Маунт Хермон и Гамла и Ярден, они теперь будут с гордостью выставлять свою продукцию в винных магазинах и отелях и ресторанах Объединенных Арабских Эмиратов, при том, что в Европе они являются мишенью бойкота со стороны мирных активистов. Не только в Европе, у вас США тоже. Одним словом, принятие Бахрейном вот этого определения антисемитизма — это нож в самое сердце внешнеполитических ведомств. Ведь теперь, даже несмотря на то, что президенты Гарвардского и Колумбийского и Мичиганского университетов не согласны с этим определением, они не хотят с ним соглашаться, они говорят, нет-нет, антисемитизм — это вовсе не антисемитизм, но им уже будет совсем не так просто продолжать позволять своим студентам проводить месяц израильского апартеида и преследовать произраильски настроенных студентов и преподавателей, и приглашенных ораторов на фоне того, что арабские, мусульманские государства, королевство Вахрейн, признало то, что делегитимация Израиля и применение к нему двойных стандартов — это самое, что есть антисемитизм. Конечно, кампания BDS, несомненно, продолжится. Ведь такие организации, как «Еврейский голос за мир» и «Студенты за справедливость в Палестине» и вот эти все им подобные, их ведь совершенно не волнует, что Бахрейн, Судан и Абриджио-Арабские эмираты говорят об Израиле. Потому что для «Еврейского голоса за мир» и для «Студентов за справедливость в Палестине» для них как для иранского режима и для братьев-мусульман. Важно одно. Чего они хотят? Они хотят, чтобы еврейского государства просто не было, чтобы оно исчезло. Но институтам, которые позволяли этим антисемитам буйным цветом расти в кампусах и в корпорациях, теперь будет очень непросто защищать их, при этом как бы оставаясь самим незапятненными антисемитизмами, потому что им скажут, ну хорошо, свобода слова, вы можете позволить этому еврейскому голосу за мир требовать уничтожения Израиля. Но вы знаете, что это определение антисемитизма. И Бахрейн, например, этого не позволяет. А вы позволяете. Значит, вы тоже антисемиты? И это, в свою очередь, нас возвращает к Ньюсвик и к агонии элит, которая нашла выражение в этой статье и в этом журнале с Натаньяу и с его дилеммой. Дилемма Натаньяу. Решение Нобелевского комитета вручить премию мира всемирной продовольственной программе, а не Натаньяу Трампу, королю Бахрейна, Хамаду и президенту Днёных Арабских Эмиратов шейху Халифи. Это была попытка выиграть время. Но даже если Трампа и Натаньяу вытеснят с политической арены, не дай бог, соглашения Авраама уже никуда не денутся. И мир, который прорвался благодаря им наружу, он реален. Он отражает истинные желания людей, живущих в регионе. И оказывается, что эти желания сильно отличаются от того, что было возведено в ранг священных текстов антиизраильских катехизисов, которые упорно твердят эти все миротворцы Запада и никак не хотят от них отказаться. И вот это приводит нас к настоящей дилемме Натаньяу. И настоящая дилемма Натаньяу, как я её называю, которая омрачает действительно жизнь в неполитической элите западной, от которой они сейчас такие кислые, она состоит не в том, следует ли давать Нобелевскую премию мира людям, которых ты так ненавидишь всем сердцем, а в том, как реагировать на мир, которого эти люди сумели достичь. Ведь на протяжении полувека эти элиты настаивали на том, что прекращение арабо-израильского конфликта — это их главная важнейшая задача. Что они нам говорили? Да мы же за вас, мы за евреев и за арабов. Мы хотим, чтобы вы жили в мире. Мы за это вот готовы. Да, Израилю придётся пойти на тяжёлые уступки, может быть, даже погибнет. Но это же всё для мира. А теперь что им делать? Им следует принять и восславить мир, который вырастает на их глазах, потому что Израиль совершенно не стирается с карты мира. Или они смогут и дальше игнорировать реальность и продолжать осуждать Израиль за неправильный мир, рискуя быть в этом случае разоблачёнными в том, что все их утверждения о стремлении к миру были просто лицемериями. А то и того хуже. Спасибо огромное, Александр. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, послушаем рекламное объявление, после чего вернёмся и обязательно продолжим. Открытый диалог с Александром Непомнящим Продолжаем нашу программу, а теперь о новых соглашениях о научном сотрудничестве и признании Иерусалима израильским в документах, рождённых в Иерусалиме американцев. Да, это вот буквально в считанные дни накануне президентских выборов в Америке администрация американского президента Трампа преподнесла Израилю ещё один, на мой взгляд, очень важный подарок. С американских правительственных фондов снято ограничение, которое раньше запрещало инвестировать средства в проекты и компании хайтека, расположенные в Иудее-Самари. И, к слову, подписание соглашения самого состоялось в университете города Ариэля, неформальной столицы Самари. Теперь и университет в Ариэля, и ведущиеся в нём исследования, и высокотехнологические компании, которые базируются в Иудее-Самари, они все смогут получать гранты и инвестиции из США. Это без всяких сомнений стимулирует новые исследования и развитие израильских проектов и компаний в этих областях. И то, с каким бешенством восприняли это организации вроде J-Street, они показывают, насколько это действительно важное и ценное действие. И вдобавок ещё Госдепартамент США сообщил о том, что теперь американские граждане, уроженцы Иерусалима, смогут записать в своих документах в качестве страны рождения Израиля. До сих пор родившимся в Иерусалиме американцам в документах записывали не страну, а только город, Иерусалим. Таким образом, США избегали признания израильского права на Иерусалим. И эта политика Госдепартамента была очень последовательной. Её оспорили в 2015 году. Был мальчик из Иерусалима, который подал в суд Верховный суд США. Но Верховный суд США в итоге поддержал Госдепартамент. А теперь ситуация коренным образом изменилась. Иначе говоря, США расширили, укрепили статус Иерусалима и Иудеи и Самарии как субъектов израильского суверенитета. Ну, понятно, что администрацию президента Трампа уже давно, может быть, уверенно названа самой дружественной Израилю за всё время существования еврейского государства. Кстати, сейчас я видел вопрос, какие американцы относятся к разным странам в соответствии с их приверженностью республиканцам или демократам. Так вот, республиканцы, демократы относятся к Израилю как бы не очень хорошо. А среди республиканцев там какой-то очень высокий, почти больше 70% республиканцев относятся хорошо к Израилю, больше, как бы лучше, они относятся только к США и к Ирландии. Вот. То есть США, Ирландия и Израиль, три самые любимые республиканцами страны. И в этом смысле, конечно, администрация Трампа начинает представлять всё, что она сделала для еврейского государства. Никогда в истории существования еврейского государства Израиля не было настолько дружественной администрации американской. Но при этом надо понимать, что Трамп и вся его команда это люди, которые в первую очередь думают об Америке и занимаются американскими вопросами. И какие бы у них ни были политические, экономические, электоральные, личные причины делать хорошее для Израиля, они не разбираются в нюансах израильской политики. То есть, по сути дела, они говорят, ну вот, что хорошего вам можно сделать? Кто-то должен им объяснить, что и когда и как. И вот у меня лично нет никаких сомнений, что это именно работа со стороны Натаньяу и его команды. То есть, они друга очень хорошо понимают и действительно Натаньяу предлагает какие-то вещи, которые нужны Израилю. И Трамп с удовольствием это делает, но он бы сам не пришёл бы к этому. Он просто не может держать в голове ещё израильские проблемы. У него в своих хватает. И вот мы видим, как Израиль сейчас параллельно с укреплением стратегического военно-экономического союза с группой санитских государств, о чём мы говорили с вами только что, Израиль, который формально спустил на тормозах вопрос о распространении суверенитета в Иудее и Самарии, он ведь на самом деле продолжает массовое строительство в вирийских населённых пунктах и де-факто там укрепляет своё присутствие. И вот американские все эти подавки и поддержка. При этом как бы Израиль избежал формального принятия плана Трампа. План Трампа сошёл как бы с повестки дня. А он подразумевал ведь потенциальное согласие Израиля, только потенциальное, но согласие Израиля на отказ от частей иудеи и Самарии. Но в итоге этот план сошёл с повестки дня, вроде бы по инициативе Объединённых Арабских Эмиратов. И в итоге у Израиля есть и дружба с Объединёнными Арабскими Эмиратами, и строительство в поселениях, и поддержка американско-израильского присутствия. И при этом, как вы только что сказали, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия и Судан, они как бы не лезут и не ругают Израиль за строительство иудеи и Самарии. Типа это ваше израильское дело личное, мы вообще в это не вмешивались. То есть Израиль благодаря разумной политике без громогласных заявлений, без криков, без каких-то там добивается и того, и другого. И эта ситуация классический пример, на мой взгляд, того, как действует премьер-министр Натаньяо. Он избегает называть вещи своими именами, а в результате добивается в каждой ситуации максимальных дивидендов в пользу страны. И, конечно, очень жалко, что для очень многих рядовых избирателей в Израиле гораздо чаще и больше, лучше доступны ситуации более простые. Такие вот, приходит политик и с популистскими шагами и начинает громогласно так заявлять. Я вот такой, если я стану премьер-министром, да я за 48 часов то, да я за 48 часов другое, я там все сделаю, всем раздам по мороженому, все будут счастливы. Но при этом его заявления, они ведь не подкреплены никакими конкретными действиями. Но политики многие понимают, что избирателю проще такое понять. Гораздо сложнее подумать и увидеть, что вот за последние 10 лет Израиль превратился из страны, по сути дела, третьего мира, ну с ракетами, в страну, одну из ведущих стран мира, богатую, преуспевающую, добившуюся мира со своими соседями, настоящего мира, не холодного, и продолжающего строить иудеи и Самари, и не создавшего никакого арабского государства иудеи и Самари. И что это всё само так сложилось? Нет, это не само так сложилось. Просто Натаньял действует, не выдавая на гора громогласных заявлений. Ужасно жалко, когда я вижу людей неплохих, которые начинают критиковать Натаньял именно за то, что он как бы не сделал ничего. Ребята, да вы посмотрите по сторонам, посмотрите, сколько всего сделано. Ничего не сделано. Конечно, можно было бы лучше, конечно, можно было бы больше. Но кто это сделает лучше и больше? Вы знаете такого человека? Я такого человека не знаю. Спасибо. Да, спасибо. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Во вторник ваша, наша общезнакомая Ларица Гершинска сообщила о том, что МОСАД достал партию китайской вакцины. И не подтверждает ли это тот факт или опасение, что китайцы, прежде чем зарядить весь мир, имели все же вакцину, потому что из полтора миллиарда погибли всего лишь 3000 человек. Это слишком подозрительно. Не кажется ли вам, что вот такой факт имеет, что вот МОСАД уже приобрел эту вакцину, а весь мир от этого страдает, а китайцы все в шоколаде. Спасибо. Нет, я не думаю, что китайцы в шоколаде. Я думаю, что китайцы, как и многие другие диктатуры, скрывают реальные размахи своих потерь. Я действительно склонен принять вот ту позицию, которая была озвучена FBI и Трампом, кстати, что этот вирус, он искусственный, и он, по сути дела, утек, сбежал из китайской лаборатории в Ухань, в лаборатории бактериологического оружия. Я не думаю, по крайней мере, у меня нет никаких фактов, подтверждающих то, что они это сделали специально. Можно предположить, что у них-то случайно случилось, как бы по глупости, по нерасторопности, и они пытаются максимально извлечь какие-то из этого дивиденды. И что касается вакцины, Израиль, Китай открыто продает свою вакцину, то есть МОСАД не украл ее у Китая. Он ее приобрел, и почему МОСАД этим занимался, скажем, не Министерство здравоохранения, потому что, ну, как бы это вопросы сегодня стратегические, ими занимается самое надежное израильское ведомство. То есть купить эту вакцину, привезти ее в целости и сохранности в Израиль, доверили именно МОСАДу, а не врачам каким-то с чемоданчиком. Но это вакцина, которую китайцы распространяют открыто, и я, честно говоря, думаю, что она точно так же, как бы, как и российская вакцина, она недоделанная. То есть мы быстро сляпали что-то быстро-быстро, ее толком не проверили. Вот я сегодня читал, как проверяют израильскую вакцину, как будут проверять израильскую вакцину. То есть сначала двух человек, потом 90 человек, потом 30 тысяч человек. Это все растянется почти там на 8 месяцев, как минимум. И только в конце, через 8 месяцев, когда это будет проверено на тысячах людей, и станет понятна статистика, как вакцина влияет на разные качества, на разных людей, на разные группы генетические, тогда только можно будет ее запускать в массовую, как бы, применение. А то, что сделали в Китае или в России, быстренько что-то сделали, не очень проверили, и выпускают. Я не думаю, что это волшебная вакцина, которую они использовали, чтобы самим не болеть. Нет, речь идет о другом. Давайте, примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. У меня два вопроса. Во-первых, какова реакция Хамаса и палестинской автономии на эти соглашения? И трое вопрос. Не кажется ли вам, что европейские элиты... Почему-то вас не слышно. Я говорю, во-первых, у меня два вопроса. Первый, какая реакция на все эти соглашения палестинской автономии и Хамаса, и второй вопрос. Не кажется ли вам, что европейские элиты просто не были заинтересованы в наступлении мира на Ближнем Востоке? И когда только пришел человек, который в этом заинтересован, мир стар... мир стал сразу приближаться. Спасибо. Вы совершенно правы. Абсолютно. Что касается Хамаса и Абумазана, то они реагируют совершенно как собака Павла, то есть инстинктивно. На первый договор с Объединенными Арайскими Эмиратами они сказали, это нож в спину палестинского народа. На второй договор с Бахрейном они сказали, это нож в спину палестинского народа. На третий договор с Суданом они сказали, это нож в спину палестинского народа. И тут уже люди в сетях стали смеяться и говорить, ребята, что у вас за спина, что в нее столько ножей можно воткнуть. То есть они абсолютно потеряны. Они действительно не понимают, как они дошли до жизни такой. Они сто лет отказывались от всего. Сто лет они им предлагали разные варианты. Они говорили, нет, все или ничего. Мы хотим только все. Мы хотим, чтобы Израиль убился в стену, а мы здесь получили все. И в итоге они лишаются всего. Они всеми заброшены. Сумитские и арабские государства видеть их не хотят, потому что у арабов, так сказать, гордость есть. И когда их оскорбляют и обижают, они обижаются. И теперь Саудовская Аравия не хочет слушать и разговаривать с Абумазаном. Хамасу дождоносный и разругался. Хамас за братья мусульмане. Поэтому, конечно, у них положение плачевное. Их немножко курирует Турция и Иран. Но у Турции и Ирана, у них у самих куча проблем. И вытянуть на себе еще вот этих вот паразитов они, видимо, не смогут. Что касается западных элит, вы абсолютно правы. Конечно же, они не были заинтересованы в мире. Потому что миром на Ближнем Востоке это был эфемизм для того, чтобы сказать, как бы нам уничтожить, ликвидировать еврейское государство. И мир, при котором еврейское государство не уничтожается, а это тот мир, который предложил Трамп. Он сказал, а зачем? Давайте сделаем реальный мир. Не что-то такое, что ухудшает ситуацию с Израилем, а наоборот, чтобы всем было хорошо. Этот мир их, конечно, не устраивает. И они сейчас в этой ужасной дилемме, потому что им либо нужно продолжать врать и говорить, что нет, такой мир нас не устраивает. И чтобы всем стало понятно, что на самом деле они изначально никого мира не хотели. Или сломаться, признать поражение и сказать, да, Трамп большой, молодец, и Наталья Абуша был. И следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Александр. Всегда приятно слушать вас. Спасибо за ваши передачи. Но у меня к вам какой вопрос. Когда показывали разговор Трампа из овального кабинета с Натаньяго, Натаньяго сказал, как-то непонятно, резонуло мне в ухо, что мы будем работать с любой администрацией. Но неужели тут непонятно, что не дай бог, конечно, что-то произойдет, Натаньяго, конец. Как это он и высказал, что только с вами, господин Трамп. Вот это меня сильно волнует, вот эти политические дела. Вы понимаете, на самом деле сейчас, конечно, если вы посмотрите, как происходит ситуация в Израиле, вы увидите, что, в общем, все патриотически настроенные израильские силы, они все включены в посильную помощь Трампу и республиканцам. То есть кто только что может, делает. Потому что совершенно понятно, в Израиле нет даже вопроса о том, за кого мы болеем и кого мы помогаем. Но Натаньяу официальное лицо. И кроме того, в отличие, скажем, от Трампа, который действует часто импульсивно, он все-таки профессиональный политик и дипломат. И он на вопрос Трампа, он ответил немножко не так. Он сказал, мы благодарны любой помощи, любым подарком, любой поддержке, которую оказывает американская нация еврейскому народу, государству Израиля. И он таким образом действительно, я понимаю, что Трамп хотел от него услышать, только вы, президент Трамп, сделали это все. Это правда. Но Натаньяу не может такого сказать. Потому что если завтра ситуация изменится, нам нужно как-то выживать дальше. И нам нужно сохранять отношения, по крайней мере, с той разумной частью демократов, которая еще осталась, и, может быть, которая сумеет вернуть демократам как бы образ той партии, которая была раньше. Ведь давайте поймем, 10-15 лет назад все-таки демократы были легитимной, разумной, нормальной партией. Левой. Может быть, мы могли не соглашаться с их позицией, но они были нормальными. И с ними можно было работать. Они не были антисемитами. Это сейчас они такими стали. Поэтому отталкивать нужно очень осторожно и аккуратно. Понятно, что мы все за Трампа, но действительно Израиль будет стараться работать с любой властью, которая выберет себе американский народ. Мы только очень надеемся, что американский народ будет благоразумным и выберет Трампа. Добрый день, пожалуйста, Филип. Здравствуйте. Уважаемый Александр, большое спасибо, что хоть у вас есть такие положительные новости и продвижения, потому что мы тут, как говорится, в большом страхе, чем закончатся наши выборы. Но вот у меня к вам большая-большая просьба. У вас наверняка есть доступ к Натаньяху как члену Ликуда. Мы вчера слушали Леонору Гройсману. Она рассказала, что вы в такой изоляции, маски чуть ли не глаза закрывают. И в Эйлад невозможно попасть. Это как иностранная территория будет. В общем, большая просьба, что, ну, как бы объяснить, я не думаю, что кто-то мог объяснить ему, потому что всем некогда, все заняты другими делами, что это уничтожает иммунитет нации. Дело в том, что у евреев и так иммунитет не очень хороший, имеем большие генетические проблемы из-за того, что разрешены браки между двоюродными. И это вообще еще больше убивает здоровье людей. Иммунитет, как говорится, спустится к нулю. И чем это закончится после карантина, никто еще не знает. Поэтому нужно как бы поизучать этот вопрос и уменьшить эту изоляцию до минимума, какой только можно в Израиле. Спасибо большое. Окей, спасибо. Но я вам скажу так, я не согласен с вашим подходом. Во-первых, Натаньяу не работает со случайными советниками. В Израиле создан целый штаб. Штаб специалистов, врачей, математиков, которые просчитывают все эти вещи. И Израиль включает и выключает изоляцию тогда, когда он видит, что количество больных приближается к опасному максимуму, когда больницы не смогут справляться. И Израиль это делает немножко раньше, чем большинство европейских стран. Но европейцы к этому тоже приходят. То есть Израиль один раз включил изоляцию, притормозил немножко распространение болезни, стала она спадать, выключил, снова начала нарастать болезнь, снова мы включили и снова уже выключили. Мы уже выходим из второго карантина, а Европа сейчас заходит туда с огромными потерями. Поэтому вопрос о том, как приобретается иммунитет, нужно ли его приобретать. Я не хочу сейчас в это вдаваться, потому что я не специалист. Но я в данном случае совершенно полностью доверяю тому штабу, который создал Натаньял, и специалистов, которые видят всю полноту данных и принимают решения. И я просто как законопослушный гражданин Израиля выполняю распоряжение, которое выдает этот штаб. Я считаю, что даже если они совершают ошибки какие-то, они делают максимально разумно, подходят к этому максимально разумно, и тому доказательство того, что все-таки Израиль очень-очень хорошо выходит с минимальными потерями и в экономике, и в жизнях людей. Следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу Александра поблагодарить за совершенно блестящие передачи. Звонят насчет Ларисы Герштейн. Оттуда ничего из той передачи не узнаешь. Это как, я не знаю, кухонные посиделки по сравнению с этим. Но неважно. Я хочу такой вопрос задать. Вот. Я забыла, какой вопрос хочу задать. Давайте тогда я ограничусь благодарностью. Ой, какой-то у меня был вопрос. Долго ждали на линии. Такое случается иногда. Извините, ради бога. Ничего, ничего. Перезвоните, как вы вспомните. Я попробую еще раз звонить. Спасибо. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сергей. Добрый день, Александр. Ну, и так мы подошли к финишной прямой. На следующей неделе будет интересный разговор с вами, как вы это все проанализируете. Я вас слушаю очень много лет. Я к вам отношусь колоссальным уважением. И те комплименты, что он раздает, это не то, что комплименты. Это действительно, как вы к всему относитесь. Насколько я помню, когда выбрали президента Трампа, вы немножко были скептически относились к этому. И, слушая вас уже последние годы, вы, конечно, поменяли мнение. Вы так относитесь, как мы все относимся, кто любит Израиль и кто любит Америку. Как вы скажете, президент Трамп сделал больше для Израиля, чем все президенты 1948 года, включая и Трумэна, который признал Израиль, и включая президента Регана, который был очень дружелюбный к нам. И, конечно, вот то, что вы рассказывали про Нетаньяху, вот и другой вопрос. Как вы считаете, если были бы у власти, как Перес, потом Рабин, было бы такое же самое отношение, и были бы те же самые соглашения по отношению к Израилю, если левые были у власти? И опять огромное вам спасибо за программу. Я с нестерпением жду каждой пятерки, чтобы вас послушать. Спасибо вам. Спасибо. Ну, я считаю, что, конечно, нет. То есть, во-первых, да, Трамп, безусловно, на мой взгляд, самый дружественный Израилю, президент за всю историю существования Израиля. И не умаляя благодарности к другим президентам, вы назвали Рейгана, вы назвали Трумэна, я думаю, что по совокупности шагов, дружественных шагов, принципиальных, очень важных, которые сделал Трамп, никогда еще у Израиля не было такого надежного, сильного друга, как президент Трамп. И, конечно, вы абсолютно правы, что если бы у нас было бы другое правительство, то, скорее всего, бы 90% того, что было сделано, не случилось бы. Есть вещи, в которых как бы нельзя было повлиять на Трампа. Трамп решил перенести посольство из Тель-Вио в Иерусалим. И он бы его перенес, это американское посольство. Но если бы власти были левые, они, скорее всего, бы тормозили это самыми разными способами. А главное снова, вот я повторю то, что я уже сказал. Трамп — американский президент. Он хорошо знает американскую экономику, он хорошо схватывает ситуацию. Но кто-то должен был ему объяснить, что и как делать хорошее для евреев. Допустим, он хочет для своих избирателей, евангелистов, и по каким-то другим причинам он хочет сделать хорошее Израиль. Но как понять, что хорошо, а что для Израиля нехорошо? Кто-то должен был ему дать этот план развития событий. И в его команде есть замечательные люди, но и они не специалисты в израильской внутренней политике. Поэтому, на мой взгляд, это был Натанияо, это был Рон Дрэммер, который просто объясняли и говорили, вот смотрите, вот сейчас можно сделать вот так, это будет очень здорово. Хорошо сделаем, а вот сейчас вот так сделаете. Если бы были левые, то, конечно, они бы ничего такого не говорили. Не было бы никаких соглашений Авраама, потому что левым арабы не доверяют. Это известный факт. Арабские страны не доверяют израильским левым. Они считают, что это слишком скользкие и уживые. А правым они их уважают и доверяют. Поэтому такие соглашения без Трампа не получились бы, но не получились бы и без правых у власти в Израиле. Спасибо. Теперь о том, что изжил ли себя левый антисемитизм после того, как Корбина изгнали из либаристской партии в Англии. Да, действительно. Буквально вчера был очень внезапный, ошеломительный событие. Нынешний лидер либаристской партии в Легопритании Кир Стармер исключил своего предшественника на этом посту Джереми Корбина после того, как был опубликован отчет об антисемитизме внутри этой партии. Да, ведь мы об этом, на самом деле, с вами говорили давным-давно еще. Когда Бин только был отправился в премьер-министр, он проиграл тогда эти выборы. Мы говорили, что есть в Британии такая правительственная комиссия по равенству и правам человека. И она может, например, рассмотреть какую-то партию или какую-то организацию, сказать, вы дискриминируете там евреев или негров, или женщин, или гомосексуалистов, и наказать. То есть, на самом деле, инструмент достаточно жесткий. Мы понимаем, что его можно было бы легко использовать, и наверняка он используется для продвижения вот этих всех гипертрофированных политкорректностей. Но, тем не менее, в последний год он был использован по назначению своему. И он действительно стал расследовать антисемитизм в лейбористской партии, который там расцвел пышным цветом, когда туда пришел Джереми Корбин. И они на расследовали все очень серьезно. Настолько серьезно, что Корбин уже как бы он проиграл, его уже сдвинулись с главы партии. Но после того, как этот доклад был опубликован, это вызвало такой шок в Англии, что нынешний лидер лейбористов, он просто как бы не мог иначе. Он быстро-быстро выгнал из партии этого самого Джереми Корбина. И, конечно же, проблема в том, что одним Корбином там все не решается. То есть, на самом деле, внутри лейбористской партии антисемитизм, они пронизан антисемитизм точно так же, как сегодняшняя демократическая партия американская. И то, что они изгнали Корбина, потому что деваться было некуда, это замечательно, но эта организация и HRSC, британская комиссия, она ведь с них не слезает. Она говорит, давайте посмотрим сейчас, что вы будете делать, чтобы ваша партия больше такой не была. И лейбористам сейчас придется очень тяжело трудиться, чтобы доказать, что они не только ограничились изгнанием Корбина, но они действительно меняют внутренние институты, которые, как бы приговор этого расследования, что вы институционно-антисемитская партия. То есть, им придется очищаться от этого еще очень долго. Это, конечно, не деноцификация, но что-то уже близкое. И вопрос мой, конечно, важный. Может быть, сейчас, когда Трамп победит, я очень надеюсь, что он победит, и предварительные опросы, как мы знаем, показывают, что републиканцы побеждают на предварительных опросах, а это ведь так раньше не было. Всегда на предварительных голосованиях побеждали демократы, а республиканцы в последний день приходили, только в день выборов, и голосовали. А сейчас мы видим, что во многих колеблющихся штатах республиканцы побеждают уже сейчас. Это очень хороший признак. Ребята, еще немножко, еще додавить, и будет победа. И, может быть, тогда демократы осознают, в какую они себя дыру загнали, и там, может быть, начнется какой-то процесс очищения, и они выгонят всю эту шушеру, всю эту шваль, всяких Аказий, Кортес и Рашид Тлаев, и разных других братьев-мусульман. И они вернутся к тому, чем они были раньше. И, может быть, пример британской либарийской партии, которая дошла до дна буквально, пробила это дно, и теперь пытается выкарабкаться из этой ямы, которую она сама себя посадила. Может быть, это случится и с демократами. Я буду только за, потому что, конечно же, я хочу, чтобы в Америке было две хорошие партии, конкурирующие между собой. Одна немножко левее, другая немножко правее. Но в целом, чтобы вернулись те старые добрые времена, когда между республиканцами, демократами, американскими различия были очень небольшие. И, по сути дела, все помнили, что это единая страна, единый народ и единое будущее. Да, я как-то уже говорил об этом, что вот то время, о котором вы вспоминаете, когда они мало отличались друг от друга, и демократическая и республиканская партия, потому что цели у них были одни. Это процветание страны, это благополучие страны. А сегодня, когда смотришь на те, о чем, на платформу демократической и республиканской партии, начинаешь понимать, что цели и задачи у них разные. Одни республиканцы пытаются возродить могущество страны, процветание, благополучие, а демократы пытаются разрушить эту страну буквально, в буквальном смысле. Вот военизированное крыло демократической партии буквально разрушает, сжигает города. Сжет просто, да, грабит и сжет. И это называется прогрессивные лутеры, то есть до какого маразма можно дойти, и это после того, что мы уже знаем, как это было в Китае, как это было в России, как это было еще десятки стран несчастных, которые довели себя до полного обнищания и превратились как Венесуэла из богатейшей страны в страну, в которой туалетная бумага по дефицитам. И это все на самом деле очень близко, вы на волосок, Америка на волосок от этой Венесуэлы, и от Кубы, и от Унвейбинов, и от 37-го года. И все, что, так сказать, сейчас отделяет, это вот прав его победа. Ну, ребята, все в ваших руках. Александр, огромное спасибо, надеюсь, что в следующий раз мы встретимся и поговорим о победе демократической республиканской партии и кандидата от республиканской партии. Амин, 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 дай бог. Спасибо, до следующей встречи. Спасибо.